Качеством пассажирских перевозок недовольны жители Семея. В областном центре численность свыше 350 тысяч человек сократили сразу 9 направлений, а городских маршрутов там всего 51. Горожане жалуются на неудобства в переполненных автобусах, особенно в утренние и вечерние часы пик. Местные власти уверяют, что проблема эта временная и обязательно решится в течение недели. Подробности в следующем материале. С 2013 года перевозкой пассажиров занимались 8 транспортных компаний. Население города обслуживало порядка 420 автобусов. В этом году в конкурсе на городские перевозки победили 3 новых предприятия. Из 51 маршрута местные власти оставили 42 направления и на 80% обновили подвижной состав. Не только я лично, а вообще вот наши жители благодарны, что новые наконец-то автобусы нам дали. У нас были очень старые автобусы. Автобусы были те старые, холодные. Эти новые, теплые автобусы будут. Мы довольны. Раньше они ходили до 8 часов. Сейчас ходят до 10 часов. Это тоже очень хорошо. Люди вот час пекут на работу, когда ездят. Конечно, желательно, чтобы они почаще ездили. А потом уже после... У нас школьников здесь много. Где-то полторы тысячи человек в школе учатся. Это видео снято жителями поселка Бобровка. Люди ранним утром пытаются поместиться в переполненном автобусе. Тем, кому это не удается, вынуждены добираться на работу и в школу на такси. Число жителей в Бобровке, Мурате с каждым годом только увеличивается. Хотим, чтобы и автобусов ходило больше. Мы вышли на остановку полвторого дня. В автобус сели только через час. Автобус был забит полностью. Дети, взрослые и пожилые. Как селедки ездим. Водители расписание не соблюдают. О текущих проблемах местные власти знают не понаслышке. По их словам, контроль за соблюдением графика ведется через спутниковую систему. Решается и проблема любителей гонок за пассажирами. Водители и контролеры переведены на постоянный оклад. Временное неудобство вызвано дефицитом профессиональных водителей. Все вопросы, уверяют ответственные лица, будут решены в ближайшее время. Я действительно каждое утро в 5 утра на всех остановках, на конечных встречаюсь с людьми, где они... Разные мнения. Одни привыкли к старым автобусам. Говорят, оставьте, верните старые автобусы. Другие говорят, хорошо сделали, но отрегулируйте график, чтобы он как часы ходил. Периодично, не через 15 минут, а через 10 минут мы готовы рассматривать. Эта система очень гибкая. По ходу, вот учитывая мнение населения, учитывая потоки, учитывая сегодня сложившуюся застройку нашего города, появились новые микрорайоны, мы эту работу будем проводить. Причем очень быстро. По словам Акима города, сейчас ведется сбор заявлений по желанию населения. По ним будут приняты соответствующие меры. А со следующего года в городе планируют ввести электронную систему оплаты проезда. Азамат Казжанов, Булат Кукинаилу, Медед Умирханов, Берег Жубалайилу, Семей, Хабар-24.